Наталья Петровна 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 Мы знаем уже мишени, и про них уже тоже рассказали докладчики, что основными мишенями, конечно, единственным зарегистрированным является Хердванью, мишень, которую мы сейчас используем в первой линии. Для второй линии у нас прорыв есть в антенгогенной терапии, другие все препараты еще только исследуются, но в будущем, наверное, наш ассортимент таргетной терапии будет расширен. Если мы выбираем вторую мишень Хердванью статус, то мы знаем, что, к сожалению, во второй линии пока нет позитивных исследований, и Гуфиамид Хаттан сказал, что сейчас есть исследование с конюгатом, но это исследование для третьей линии, пока мы ждем результатов. И это все-таки связано действительно с потерей Хердванью статуса у пациента, с приобретением резистенции, каких-то, возможно, новых мутаций, но пока для второй линии предложить нам пациенту нечего. И основные наши прорывы во второй линии, конечно, связаны с ингибиторами ангиогенеза, это препарат Рамосурумаб, который по двум регистрационным исследованиям был зарегистрирован, но уже активно в нашем арсенале присутствует. Есть низкомалые молекулы, в том числе риграфениб, допустим, мультикиназный ингибитор, он не зарегистрирован сейчас, но есть интересные данные, которые мы еще тоже ожидаем. Вот Интергейт Трайл, который достигло, оно считается позитивным исследованием, потому что выбрало себе в качестве конечной точки время до прогрессирования, оно было улучшено, несмотря на то, что общая выживаемость имеет только тренд, но тем не менее это тоже какой-то прогресс для дальнейшего изучения. Кроме озвученных точек приложения, у нас, конечно же, есть иммунотерапия, про нее уже было сказано, и Любовь Юрьевна очень большой обширный доклад сделала с приведением последних данных, и все мы знаем, что вот на этой маске были обновлены исследования по второй линии, да, это исследование пока еще при наблюдении более чем 2 года за пациентами является отрицательным, но тем не менее, конечно, какая-то когорта пациентов выигрывает, вы видите, СПС больше 10, кривые расходятся, и мы будем дальше следить за этим исследованием, вполне вероятно, что для второй линии иммунотерапия будет у нас доступна для этой популяции пациентов. Исследовали, конечно, точки приложения STAT-3 в исследовании Brighter, да, это попытка влияния на стволовые клетки, PARP-ингибиторы, mTOR, путь, но, к сожалению, да, негативные исследования, их больше при раке желудка, чем позитивных исследований на сегодняшний день. Поэтому в нашем арсенале вот все суммировано на этом слайде. Мы имеем опции химиотерапии, да, ринтекандуц, токсел, мы имеем опцию рамоцерумаба, мы имеем опцию комбинации рамоцерумаба с паклитокселом, которая на сегодняшний день является самой эффективной из доступных опций для второй линии терапии. Какие выигрывает пациент от назначения? На самом деле почти все пациенты у нас выиграют от назначения второй линии терапии, поэтому назначать, конечно, ее нужно, и что мы и делаем по нашему опросу, мы это увидели уже. Все ли пациенты у нас одинаковые? Нет, конечно, не все пациенты у нас одинаковые, и мы знаем, что есть какие-то факторы благополучности, да, такие как и КОК-фактор, конечно, как уровень гемоглобина, как распространение заболевания, как, собственно говоря, биология опухоли, которую мы можем проследить в показателе времени до прогрессирования на первой линии. Конечно, мы можем по этим факторам уже, собственно говоря, для нашего пациента определить в какую-то группу и ожидать у него эффективности второй линии лечения, назначать ее потом в следующую третью, четвертую линию, если мы будем, собственно говоря, стратифицировать наших пациентов по факторам положенности. Ну и моя задача была остановиться на самом эффективном лечении во второй линии. Это, конечно, препарат рамоцирумаб, монокональное антитело, которое блокирует рецептор фактора антитального роста второго типа. Да, у нас есть хорошая доказательная база, более тысячи пациентов, два исследования как при применении рамоцирумаба в монорежиме, так и комбинация его с поклитокселом, который является стандартным для второй линии терапии. На сегодняшний день это такой режим выбора для многих онкологов, очень удобный в амбулаторном режиме, исполняемый, собственно говоря, режим химиотерапии. И эта комбинация, она, безусловно, эффективна, да, и результаты РНБО нам показывают преимущества в общей выживаемости пациентов на фоне комбинации химиотерапии с рамоцирумабом. И если мы посмотрим подгруппу, да, какие у нас пациенты выигрывают от назначения рамоцирумаба, да, это тоже уже было озвучено, конечно, выигрывают пациенты, у которых есть эти факторы благополучности, пациенты, которые более долго жили на фоне первой линии терапии, не прогрессировали, пациенты, у которых кишечный тип опухоли, пациентов, у которых, конечно же, отсутствует перитениальный канцероматоз, да, пациенты, у которых была ли не была проведена гастроктомия в анамнезе. Долгое время ингибиторы ангиогенеза для рака желудка не рассматривались с точки зрения, да, боязни вызвать кровотечение, поскольку опухоли так очень часто симптомны у многих пациентов, да, но вот если мы посмотрим на нежелательное явление, то на самом деле, кроме того, что усиливается нейтропения, да, у этих пациентов, такое вот есть, да, совместное воздействие вместе с химиотерапией, да, артериальная гипертензия, которая на самом деле, да, я об этом скажу, в основном она является управляемой, то перфорации желудочно-кишечного тракта, либо желудочно-кишечные кровотечения фатальные, которые могут, да, повлиять на жизнь пациента, они встречались, но встречались не с такой частотой, с которой можно было бы ожидать вот этой трудной популяции пациентов. Поэтому препарат обладает, в принципе, таким благоприятным профилем. Ну, как говорит Алексей Александрович Трякин, есть хороший тон всегда проверять регистрационные исследования, у нас есть наше наблюдательное российское исследование по оценке препарата в реальной клинической практике, да, вы видите, что 168 пациентов у нас во второй линии Российской Федерации, обобщен опыт всех центров, в том числе и города Санкт-Петербурга, и Москвы, и многих других сибирских центров, да, и наше исследование препарата в реальной клинической практике показало, что он нисколько не уступает регистрационным показаниям, да, что ромоцирумаба с поклитокселом, медианной общей выживаемости у наших пациентов состояла 10 месяцев, а в регистрационном исследовании 9. Та группа, где были включены пациенты с ринотеканом, да, это та группа у пациентов, которые уже получали токсаны в первой линии, триплеты получали, там общая выживаемость, она даже была более такая, доказательная, 13,3 месяца. И, в принципе, даже использование ромоцирумаба в монорежиме, да, тоже, собственно говоря, у пациентов было эффективно с медианной выживаемостью 5,6 месяцев. Но самое, что интересно, что наши исследователи, они, конечно, включали пациентов с ЭКОГ-2 статусом, чего не было сделано в регистрационном исследовании, потому что трудно представить себе пациента во второй линии с ЭКОГ-0, да, и, собственно говоря, мы все уже заметили, да, этот эффект ромоцирумаба, который улучшает и самочувствие, и качество жизни пациента. Поэтому, да, эти пациенты жили чуть хуже, но, тем не менее, эти пациенты все равно получали какой-то бенефит. Если пациент на фоне применения ромоцирумаба, у него регрессирует симптоматика, он прибавляет вес, или у него улучшается ЭКОГ-2 статус, то, конечно, этот пациент тоже получит выигрыш от лечения. Ну и вот наши такие, да, демонстрации, вот, допустим, наш пациент, которому мы назначили ромоцирумаб с поклитокселом во второй линии, который его получал 13 месяцев, да, во следующем получал третью-четвертую линию, был частичный ответ заболевания, это уже, да, для второй линии, это тоже, на самом деле, такое событие довольно редкое. И этот частичный ответ ему сохранялся в течение года, а общая выживаемость 38 месяцев. Это был преподаватель, который активно очень ввел свою преподавательскую деятельность, и в том числе получал терапию в дневном стационаре в режиме ромоцирумаб с поклитокселом. Или молодая мама 46 лет и с дошкольником, которая тоже получала у нас терапию, в течение 16 месяцев, вторая линия после триплета флот позволила ей, конечно, увеличить продолжительность жизни до 20 месяцев, даже имея такую неблагополучную изначальную клиническую ситуацию, как перитениальный канцерматоз у этой пациентки. Поэтому выводами нашего наблюдательного исследования было то, что данные реальной клинической практики, они совпадают с регистрационными исследованиями, что пациенты с ЭКОК-2, они имеют хуже прогноз, но, однако, и у них можно достичь медианной выживаемости больше 6 месяцев. И все стандарты, которые у нас сейчас есть, они вот суммированы на слайде, да, то есть мы сейчас имеем, конечно, золотой стандарт, это ромоцирумаб с поклитокселом, мы имеем возможность иммунотерапии. У нас, конечно, мы уже это обсудили, есть необходимость определять биомаркеры в рутинной практике, потому что для пациентов с дефектом репарации, либо с MCI-хай статусом иммунотерапия выдвигается уже на более ранние линии терапии. У нас много еще очень впереди во второй линии, это, конечно, все касается комбинаций таргетной терапии и иммунотерапии, есть очень такие обнадеживающие, да, и вот был постерный доклад, который нам демонстрировал комбинацию невомомаба по клитокселу и рамоцирумаба, да, с медианой выживаемости 13 месяцев, что тоже-то же нас очень обнадеживает. Поэтому завершаемый доклад я хочу еще раз спросить у наших уважаемых зрителей, какой же все-таки режим терапии второй линии при метастатическом раке желудки кажется вам наиболее оптимальным. Это рамоцирумаб с поклитокселом, это рамоцирумаб в монорежиме, это химиотерапия по выбору исследователя, это может быть и поклитоксел, это может быть и дотситоксел, это может быть и иринотекан, это может быть и капистабин. Ну, возможно, вы используете какие-то другие, да, авторские схемы, которые я не учла в своем голосовании, поэтому, наверное, нам будет интересно узнать, вы имеете возможность при помощи модуля для голосования, который находится под плеером, проголосовать еще раз, да, и нам дать какую-то информацию, обратную связь, потому что вот в таком вот формате онлайн-конгрессов мы сейчас существуем, очень эффективно, очень продуктивно, но тем не менее обратная связь со зрителем, она всегда, конечно, желательна, и нам интересно знать мнение тех докторов, которые рутинно, ежедневно на своих местах вот борются с такой неприступной крепостью, как рак желудка во второй линии. В третьей линии мы уже вот вопрос провели, сейчас мы узнаем ваше мнение по поводу второй линии терапии. Ну и, собственно говоря, конечно, оно совпадает, наверное, с нашим выбором. Золотой стандарт остается золотым стандартом, это рамосурумаб с поклитокселом. Да, некоторые исследователи используют только химиотерапию, это тоже опция, конечно, которая нам доступна, и капицитабин, в том числе и рентекан, и дотситоксел являются хорошими партнерами, и рентекан для проведения химиотерапии, поэтому спасибо вам большое, результат, он, в принципе, нас обнадеживает, мы идем в ногу со временем, используем самые эффективные возможности для наших пациентов. Спасибо большое за внимание.